еще и там наткнулся на ваши рассуждения о герпи и флаги аргентины довольно долгий такой там клип интересный мне он заинтересовал я когда его укладывал мысленно думал о тебе алексей думаю да да чтоб ты увидел и скорее всего ты нас подкорректируешь и добавишь влад посмотрел да так интересно там так догадки какие то просто есть официальные сведения обо всем этом то есть самой аргентине преподают историю аргентины и я во всяк случае с ней знаком и есть официальные как бы домыслей не хочу перебивать мы прекрасно понимали что можно в википедию зайти там не стали мы специально отталкиваться я не думаю что в википедии там что-то может быть хорошего написано там тоже может быть в общем таки совсем правильно все написано потому что в самой аргентине вообще скажу что то что вот как я как-то клип недавно смотрел кто-то там как раз как выглядят карты мира в разных странах ну действительно там вот в аргентине в чили в австралию перевернуто все там ну и в каждой стране их государство в центре да ну и вот соответственно что и история каждого государства по их собственной трактовки совершенно отличается от трактовок в принципе вообще поэтому в нашей википедии мы не увидим той истории которые аргентинцы сами про себя говорят вот мы не увидим этих карт которые там у них нарисованы в школах буквально две секунды я просто расшарил первое на что я обратил внимание на этом гербе не на то что на нем изображено все герба старается как-то помпезно пафосно там да а тот как-то выглядел как-то по-шутовски я бы тогда шапочка то смешная какая-то вообще там на самом деле с аргентины я скажу я я давно с этим ну с этой страной связан по профессии наверное ну первый раз этом побывал вообще в начале двухтысячных годов а впервые ну наверное так скажу сплотно стал общаться с аргентинцами еще в конце 90-х вот и много слышал и баек и истории от самих аргентинцев и того то есть принципе в официальных сведениях наших мы этого ничего не узнаем про аргентину если ну именно с по совокупности все что они говорят еще скажу что там страна такая специфична и полна противоречий вот этих вот внутренних я даже скажу что моя вот это конспирологическое вот это мышление которое но оно даже родилось во многом благодаря того что я познакомился с этой страной потому что там куча противоречий и исторических противоречий и и каких-то фактологических противоречий и вот этих вот внутренних но потому что по истории трактует одно а по факту ты видишь другое и в общем то да ну и да и наличие новой земли она там тоже очень специфично сама страна такая огромная она реально огромная то есть она ну не знаю я думаю что нас измеримо с россией по размеру она просто на карте так нарисована а так то она другая то есть там чтобы с провинции санта-фе до огненной земли долететь или до патагонии надо на самолете лететь часов 6 или 7 но приблизительно как у нас вот если сейчас из петербурга лететь до забайкалья наверно также вы будет по аргентинским меркам лететь также далеко очень далеко страна огромная вот а по поводу еще скажу что то что они говорят по поводу цвета своего флага они говорят что у них там по истории было было какая-то кровавая война такая война была которую но все до сих пор там помнят то есть мы про их войны не знаем вот ну как и для них кстати для них стать великой отечественной война или вторая мировая война как для нас индок-пакистанский конфликт то есть толком никто про него ничего не знает и вообще понятия не имеет вот так и точно так же мы про них ничего не знаем и вот у них была война когда-то была территория вот эта аргентина и уругвай она называлась провинция для плата вот и они воевали с бразилией и вот в этой войне было столько людей погибло что у них там даже на фронт уже посылали и женщины детей то есть уже призывной возраст был снижен чуть ли не до 14 16 лет то есть вообще тут там было чуть ли все население погибло там у них это якобы мы же не знаем наверняка ну по крайне по их истории вот и что вот эти цвета флага у них до сих пор сохранены что это было в цвет формы солдат которые воевали в ту войну и они в знак солидарности с уругваем потом когда эта провинция для плата разделилась на несколько государств то сейчас две страны уругвай и аргентина имеет этот цвет флага в знак солидарности и вечной дружбы друг с другом и вот как бы то что они отвоевали в той войне воевали из бразилии кстати вот это вот такая сказать скрытая нелюбовь к бразилии у них до сих пор существует вот они футболе там между собой очень такие противники серьезные ну и так очень друг друг до сих пор недолюбливают они воевали с уругвай с аргентин и воевали против бразилии а по поводу серебра так они трактуют потому что с аргентом да по-латински серебро плата вот рио-де-ла-плата на чем бонесарес основан это тоже по-испански серебро вот и поэтому получается что у них в названии страны в названии реки и в названии до многих еще других вещей фигурирует серебро вот и они говорят что туда в этот регион было найдено там якобы серебро какое-то но впоследствии выяснилось что серебра там нет что серебро совершенно в другом месте но они уже типа назвали все это си серебром но вообще скажу что версия натянута звучит вот потому что там в названиях почти все и самого региона и реки главный основной фигурирует слова серебро но серебра там действительно сейчас нет и вот это вот странные противоречия конечно что кругом все именем серебра названа а серебра там нет то есть ближайший серебро там находится только в перу или где-то там начали есть через через чуть-чуть да извините это открой открой пожалуйста гербургу а я ты удивишься гербургу а я да по флагу моем ролике про флаги я говорю следующее что такие страны как там греется израиль аргентина но еще ряд других от бело-голубых их на самом деле бело-голубых желтый это отдельно нагрузка идет это связано либо с медициной либо с оздоровлением причем медицинное оздоровление я вам скажу это две разные вещи уругвай и аргентина до сих пор там почти границы нет между ними можно ездить без всяких виз просто на пароходе кстати сама буйнос-айресе купаться негде они все ездят монтавидео просто купаться там пересекаешь речку и получается уже в ругой так а может быть это была одна страна на самом деле а юра на она одна страна и было так я же говорю а эта страна называлась провинция для плата она даже на старых монетах так даже и фигурирует провинция из для плата именно вот по названию этого региона то есть получается страна аргенту аргентина и сама регион назывался провинции для плата для плата это провинция серебра река называется для плата это же серебро плата плата по-испански серебро вот и получается что весь регион название реки название страны и по-латински и по-испански как угодно связано с серебром но серебра там не добил не добывают его там нет вот что интересно цвета флага уругвая и аргентины общие вот солнышко там непонятно что означает на солнышко там их везде постоянно фигурирует это не только солнышко там и бантик вот открой слоев параллельно и герб аргентины вот и сравни герб уругла герб аргентины вот так чтобы рядышком поставить флага применения флага 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 Субтитры создавал DimaTorzok